Всем привет! Меня зовут Оля. Я ученица первого курса Пекинского архитектурного университета. Компания УЛУ попросили снять с меня ролик про жизнь в университете глазами студента. На территории кампуса есть все необходимое для жизни студента. Здание напротив – это трехэтажная библиотека, где можно найти книги на любой вкус и цвет. На территории университета примерно находится 20 учебных кампусов. Каждый из кампусов подстроен под определенный факультет. Инженерии, телекоммуникации, связи, менеджмент, архитектура. Сейчас я примерно покажу, как выглядит наша библиотека. Библиотека является отличным местом для того, чтобы сосредоточиться на домашнем задании. Она работает с раннего утра до позднего вечера. А это минутка рабочего процесса. Также на территории университета есть две больших трехэтажных столовые, где есть несколько китайских кухонь, европейская кухня, мусульманская кухня. Также на территории университета есть супермаркет, где, в принципе, можно купить что угодно. Рядом с супермаркетом есть прачечные, парикмахерская, салон красоты. Вот это кафетерий, где подают европейские блюда. А это примерно вот меню китайское. Все столовые работают до девяти вечера, но рядом, за пределами кампуса, есть еще несколько разных кафе, где можно, в принципе, прийти в любое время покушать. Еще есть на территории университета банкоматы. И также здесь найдется на любого любителя спорта. На территории университета есть три поля для пинг-понга, для тенниса большого. Есть боксерские залы, есть тренажерные залы, есть танцевальные залы. И в свободное от учебы время здесь точно не приходится думать, чем бы себя занять, поскольку вариантов здесь очень-очень и очень много. На заднем плане зданий это в следующем году собираются открывать бассейн. Очень большой плюс университета в том, что на территории очень мало иностранцев, и практически все время вы находитесь в окружении китайцев. И это очень хорошо для языковой практики, разговорной. Здание за баскетбольным полем — это наше общежитие. Ну как общежитие, это тоже очень сложно назвать, потому что условия очень хорошие. Каждая квартира — это трехкомнатная квартира. У нас есть сушилка, большой зал, телевизор, диван, двое кресло. Две комнаты. В одной из комнат две кровати, в другой — одна большая кровать. В туалете есть стиральная машина, душ. То есть это не как в обычных китайских общежитиях, где в комнате живут как минимум по двое людей и используют общую кухню и стиральную комнату. Кухня тоже очень хорошо обставлена. По приезду есть плитка, холодильник, микроволновка, чайник. Чего не хватает, можно докупить самому и всем этим пользоваться. Вот комната здесь, кровать, стол, шкаф. Ну и, пожалуй, на этом все представление об университете могу закончить. Продолжение следует...